Добрый день дорогие друзья, уважаемые любители физической культуры, спорта и здорового образа жизни. В эфире очередной выпуск самой спортивной из региональных программ «Реальный спорт Ульяновск». И сегодня с нами в студии главный редактор, самый читаемый, самый почитаемый народной спортивной газеты «Чемпион» Юрий Ощепков. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте, Илья, здравствуйте, телезрители. У нас накануне состоится одно из самых ожидаемых и традиционных спортивных событий области. 77-я традиционная легкая атлетическая эстафета на приз газеты «Ульяновская правда». Расскажите, пожалуйста, приходилось ли вам принимать участие в эстафете? Да, за родную 64-ю школу выступал, начиная с 7-го класса, сначала во второй команде, затем в основной. Мы неоднократно выигрывали эстафету в Заловском районе, а в выпускной в 1991 году мы показали лучший результат в истории школы. Четвертое место. Здорово. Да, сегодня мы будем много говорить об эстафете. Посмотрим, как готовятся сборные команды. Кстати, не только профессиональные атлеты к одному из главных легкополитических стартов. Больше новостей вы можете узнать из нашей бегущей строчки. Ну, а для начала давайте перенесемся вместе с Олимпийским патрулем в город Корсун. В зале «Кворум» в президиуме тоже. Кровеческий музей рабочего поселка Корсун принимает региональную акцию «Олимпийский патруль». Здесь собрались те, для кого спорт не только норма жизни, но и профессия. Из самых активных избрали районный Олимпийский совет. Перспектива работы Олимпийского совета Корсунского района я вижу в привлечении большего числа детей, населения, при занятиях спортом. Для этого у нас имеется отличная база, это физкультурно-здоровительный центр «Триумф», который мы должны использовать на полную мощность. В нынешнем апреле спорткомплексу «Триумф» исполнилось 5 лет. Его жемчужина – 25-метровый бассейн. В 2016-м мастер спорта международного класса по плаванию Ульяновид Сергей Прохоров был на церемонии открытия ФОКа. Сегодня рекордсмен страны с удовольствием проводит мастер-класс для юных корсунцев. Я думаю, что я заряжаюсь от них, а они заряжаются от меня чем-то хорошим. А это всегда способствует, это как-то располагает вообще к уроку. Вот мне нравится, когда я вижу, что дети слушают, выполняют и у нас у всех получается. Плавание наряду с лыжными гонками и дзюдо – базовые виды спорта в Корсунском районе. Но в «Триумфе» также работает одна из немногих в области секции гандбола. Девичью команду по ручному мячу назвали «Лада». Она уже участвует в всероссийских стартах. Кроме того, «Триумф» – один из главных районных центров тестирования комплекса ГТО, где можно выполнить все нормативы ФСК – отжаться от пола, подкачать мышцы живота, прыгнуть дальше всех. А это уже работа на массовость. Жители стали посещать очень часто и бассейны, и тренажерные залы. Спортсменов стало больше среди детей. Открылись новые секции по единоборствам. И я сейчас, в принципе, не представляю, как Корсунский район и я, в частности, жили бы без такого замечательного центра. Около сотни юных спортсменов и все самбисты, дзюдоисты. Когда речь заходит о новых секциях в Корсуне, сразу приходят на ум единоборства. С открытием «Триумфа» они получили новый шанс и теперь стали частью спортивной жизни рабочего поселка. Самбо не было вообще здесь, в Корсунском районе. Конечно, стало развиваться больше, и наши воспитанники начали выигрывать областные соревнования, все российские. Так что наш Корсун на слуху уже в ПФО и в России. Тренировки, мастер-классы, официальные мероприятия позади. Олимпийский патруль взял еще одну высоту на карте области – шестую. Следующий выезд – в Вишкаему, куда уже отправился флаг регионального Олимпийского совета. Юрий, в газете «Чемпион» исполняется 24 года. Во-первых, принимите наши самые искренние поздравления. Спасибо. И скажите, пожалуйста, как человек с техническим образованием, а у вас техническое образование, пришел в журналистику? Ну, наверное, так было угодно судьбе, угодно Богу. Вынужден был на третьем курсе идти работать. Руку помощи тогда протянул мой классный руководитель со школы Олега Михайловича Тишаков. Он руководил спортивной передачей, была такая, спортинфо. Я начал свою трудовую деятельность в спортивной передаче. Спорт мне был не чушь, поэтому я, как говорится, влюбился с первого взгляда. И сначала была спортивная передача, а затем и наша спортивная газета «Чемпион», которая была основана в 1997 году. И это самое главное. А что самое главное в подготовке школьных команд к эстафете, мы узнаем из сюжета. Кто бросит перчатку лидерам последних лет забега школьников первой гимназии 82-й школе на областной эстафете на приз газеты «Ульяновская правда». Может быть, гимназия номер 11 имени Владимира Мендельсона? Впервые за много лет подопечные Андрея Николаева и Елена Саулиной выиграли эстафету в родном железнодорожном районе. В этом году у нас, во-первых, поменялась команда, обновился полностью, мне кажется, состав. У нас пришло молодое поколение, у них была какая-то искра, в глазах азарт, и малыши совершили чудо. Коллектив у лицеистов очень молодой. Выпускники старших классов – лишь четверть состава, остальные – младшие. Среди девочек даже ученицы пятых-шестых классов. Именно шестиклассница Александра Трофимова показала лучшее время на контрольных тренировках. Вне стен школы она занимается танцами, но это не мешает ей бежать эстафету. Я боюсь бежать, потому что все такие взрослые, подготовленные. Вот сто процентов бегут не первый раз, а я там такая маленькая. Меня, скорее всего, все обгонят, но я постараюсь изо всех сил. Именно через «Не могу» на пределе возможности всегда тренировал своих учеников заслуженный учитель России Владимир Мендельсон. Под его руководством в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века 11-я школа 7 раз выигрывала областную эстафету. Через четверть века нынешнее поколение лицеистов также ставит перед собой высокие задачи. И в тройку сможем войти. Конечно, верно. Если побороться, все можно сделать. Там такие же школьники, как и у нас. На старт! Парш! Полина Туманина – кандидат в мастера спорта России, победительница первенства страны в спринте и в прыжках в длину. Тренеры наверняка доверят ей самый длинный девичий этап – 520 метров. А вот у парней сложнейший и труднейший первый этап – 635 метров побежит 11-классник Александр Паклин, который был забойщиком и в победной районной эстафете. Я поначалу не переживал, но когда мы уже подошли на этапы, ко мне подошел мужчина и сказал, что 11-я всегда должна выигрывать. И только в этот момент я понял всю ответственность первого этапа и полностью выложился. 7,5 километров, разделенных на 23 этапа – такой будет дистанция 77-й эстафеты. После годичного перерыва самый масштабный спортивный праздник региона возвращается на улице Ульяновска. Парата открытия в 9.30. В программе эстафеты – 11 забегов. Основная группа школьников стартует в 12.45. Юрий, вы имеете возможность общаться практически со всеми видами спорта. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, о ком писать приятнее или понятнее? Многое зависит от руководителя федерации. Если руководитель заинтересован в популяризации своего вида спорта, то он это и делает. Выходит на нас, и мы за 24 года не отказали никому. Очень активно – это федерация легкой атлетики, конфедерация единоборств, недавно созданная, спортивное ориентирование, паролифтинг. Все, кто хотят, пожалуйста, мы для всех открыты. А вот не вызывает ли у вас опасения, что мы живем в век современных технологий? Тикток, Ютуб, Инстаграм, Контакт, куча социальных сетей. Не перестанут ли читать газету «Чемпионы»? Тенденция снижения тиражей, снижения читаемости, да, это прослеживается не только у нас в России, но и во всем мире, к сожалению, наверное. Хотя все может вернуться. А что касается современных технологий, мы держим руку на пульсе. И вот недавно мы перешли рубеж в 5000 подписчиков ВКонтакте, о своем Инстаграм, поэтому держим руку на пульсе. И если понадобится, будем выпускать газету в электронном виде. А мы узнали, что звезды легкой атлетики разных возрастов и поколений в этом году решили объединиться и выставляют собственную команду на эстафете. И при этом обещают дать бой действующим спортсменам. Наши корреспонденты сумели побывать на их тренировке. Давайте уже узнаем, как идет процесс подготовки чемпионов. Три мастера спорта международного класса, семь мастеров спорта России, 11 кандидатов мастера. Такому звездному составу легкой атлетической команды может позавидовать любой тренер и функционер. А собрали ее в Ульяновском педагогическом университете из выпускников факультета физкультуры и спорта. В 77-й традиционной областной эстафете на призы Ульяновской правды команда стартует вне конкурса, в забеге с действующими студентами. Хотим создать такое шоу на сегодняшний день, внести какую-то интригу соревновательную между студентами и выпускниками. Конечно, 40% участников команды уже не действующие спортсмены, говорит Алексей Илькин. Но все равно состав впечатляет. В заявочном листе много тех, кто сейчас представляет Ульяновск на всероссийской и международной арене. Юлия Романова, Андрей Галацков, Артем Федотов, Ильфат Садеев, Татьяна Егорова, Александр Беляков и даже чемпион страны. Один из сильнейших спринтеров Европы. Игорь Образцов. Круто, да, конечно, по бегу пригласили. Почему нет? Тем более такие люди, такой состав очень хороший. И мы можем показать хороший результат и хорошую конкуренцию. Я думаю, что это два в одном. Пропаганда и результат. Про результат понятно. У любого спортсмена стремление к победе в крови. А вот пропаганда в том, что факультет физкультуры и спорта Педауниверситета в этом году отмечает свое 50-летие. В честь этого события и собрали звездную команду выпускников легкоатлетов. На трассу они выйдут под 50-м номером. Конечно, бы хотелось этот элемент интриги создать. То есть не просто выйти прогуляться на своем этапе. Хотелось бы, конечно, навязать борьбу. Для Михаила Маркина предстоящий эстафета будет особенной. Ведь он не только выпускник факультета физкультуры и спорта УЛГПУ, но и наставник студенческой команды своего родного вуза. То есть в ближайшую субботу на трассе он будет конкурировать со своими же потопечными. Свой этап я отработаю на всю катушку. Понятно, что бежать буду честно. Ну, все-таки, наверное, со студентами сердце больше лежит сейчас. Особой подготовки нам не требуется, говорят выпускники. Мы и так в тонусе. Достаточно вспомнить передачу из софетной палочки и хорошо размяться перед стартом. Призы для звездной команды не предусмотрены. На кону честь и престиж. Юрий, скажите, пожалуйста, представители власти часто высказывают свои пожелания, что писать, а что не писать? Ну, наверное, здесь уместна фраза «спорт не политики». И действительно, за все время существования газеты какого-то давления, рекомендаций свыше не было, потому что учредители, руководители свыше понимают, что издание узкоспециализировано, и поэтому нам доверяют во всем. И команда профессионалов, которая у нас работает, а я, пользуясь случаем, пользуясь с днем рождения, назову, это Михаил Ирцашанский, Александр Агапов, Максим Скворцов, за все эти годы не дали себе усомниться. И газета неоднократно становилась призером не только победителем, не только региональных конкурсов, премий, но и всероссийских. Мы трижды газета «Чемпион» становилась победителем в номинации освещения хоккея с мячом в стране. И хорошо, что так движение вперед есть. И недавно приступивший к исполнению своих обязанностей глава региона Алексей Русских предложил выставить на эстафету отдельную сборную команду правительства. Так давайте же посмотрим, как идет процесс подготовки. Впервые в истории областной легкоатлетической эстафеты участием не примет команда правительства региона. Инициатором такой команды стал новый глава региона, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских. Команду формировали, что называется, с листа. Разослали приглашения министерства и департаменты правительства. Позвали всех желающих. Пригласили профессионального тренера, мастера международника Елену Анисимову. А двор в команду правительства провели на центральном стадионе труд. Для такой погоды мы даже очень удивлены, что наше правительство имеет такую подготовку и такие секунды. Даже можно смотреть и секунды, а на технику бега. То есть человек сразу видно. Мы даже не смотря на секунду, уже сразу отмечали, что он уже будет в команде. Самые быстрые секунды на 200-метровке показали заместитель министра спорта Максим Соболев и Ксения Дубровская из агентства по тарифам и ценам. Раньше я занималась легкой атлетикой, всегда бегала эстафетой. Поэтому, когда к нам пришло приглашение, я была очень рада побежать за команду правительства. В правительственную Дрим Тим также вошли председатель правительства региона Александр Смекалин, в юности занимавшийся именно легкой атлетикой. Заместитель губернатора Александр Костомаров, министр спорта Ульяновской области Рамиль Егоров, который в эстафетах за школу всегда бегал первый этап. И готовиться будет два дня сложнее, потому что впервые команда участвует в этих соревнованиях в эстафете. Но я думаю, что выступим достойно. По крайней мере, пропаганда здорового жизни мы точно продемонстрируем. Задача будет одна – преодолеть достойную дистанцию. И самое главное – без травм, чтобы потом не отразилось на работе. Главной фишкой заключительного забега эстафеты, где среди предприятий, организаций и выступит команда правительства, станет то, что последний этап длиной в 325 метров планирует бежать в рио губернатора Алексей Русских. Эстафетную палочку ему должна передать Ксения Дубровская. Об этом на собрании команды объявили за три дня до эстафеты. Ну, очень волнительно и одновременно здорово передавать ему палочку. Хочется передать ее хорошо, чтобы был какой-то запас сил у него, и он хорошо начал бежать. Команда правительства в эстафете выступит вне зачета. Но специалистам, да и простым болельщикам наверняка будет интересно, каковы же чиновники в деле, какие минуты-секунды они покажут на беговой дорожке. Ну что же, это замечательное начинание. Надеюсь, что данную инициативу подхватят регионы страны. Ну, а время нашей программы плавно завершается. С нами в студии был главный редактор газеты «Чемпион», а с вами был «Реальный спорт Ульяновск». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова